МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Заключительно музыкальные. Это ансамбль Альтера Музыка, его руководитель Ольга Исаевна Островская. Здравствуйте. И солистка Юлия Винокурова. Вам тоже здравствуйте. Здравствуйте. Ну, не будем откладывать в долгий ящик. Песни о войне, старые и новые, так называется этот сборник, который сейчас вы собираете. Что привлекательного, на ваш взгляд, в песнях о войне? Почему этот сборник будет иметь успех, Ольга Исаевна? Ну, во-первых, песни о войне, они не то что привлекательны, они должны звучать постоянно. Это наша память, это подвиг нашего народа, это наша история. И об этом нужно говорить постоянно, не только в год 70-летия. Эти песни будут изданы. Это будет нотный сборник с компакт-диском. Мы его разошлем по библиотекам. И поскольку это песни самарских композиторов в основном, они еще не были изданы. Это новые песни, очень хорошие песни. Песни и фортепианные произведения. Их будут изучать в музыкальных школах, в музыкальных вузах, в средних учебных заведениях. Они пополнят репертуар молодых исполнителей и взрослых, настоящих исполнителей. Потому что, когда мы работали над тем, какие песни войдут в этот сборник, мы выбирали самых лучших самарских композиторов. Ну вот как проходил этот отбор? Сколько вам прислали? Кто пытался участвовать в этом? Мы не делали такой кастинг, потому что мы очень давно вообще в этом сообществе. Мы сами музыканты. И, конечно, мы знаем, какие есть композиторы, кто лучший. И мы руководствовались не только своими собственными пристрастиями, но и мы, как музыканты, можем оценить и композиторов, и песни. И, тем не менее, есть объективная какая-то реальность. Вот, например, Марк Григорьевич Левиант. Это председатель Союза композиторов Самарского отделения. Он пишет очень хорошую музыку. Это уже проверено временем. Ну, наш любимый композитор и поэт-импровизатор Александр Большаков, который пишет прекрасные стихи, великолепную музыку, песни, которые он сочинил, которые Юля постоянно исполняет. Он автор и музыки, и слов. И он вообще такой самарский певец. Он певец Волги, певец Жигулей. Но если мы не будем это издавать и исполнять, то этого никто, кроме нас, не сделает. Поэтому это наш долг. И мы с удовольствием. Мы очень рады, что администрация города Самары нам помогает, поддерживает нас в этом. И без ее поддержки просто не состоялся бы этот сборник. Вот выйдет сборник. Он будет самый настоящий самарский. Вы сказали, что в школах, да, и где-то будут дети изучать. Вот это же прекрасно. Это же воспитательная большая сторона. Юля, вы как исполнительница, да, и песен в том числе. Вот, может быть, еще какие-то живые, да, удастся устроить, ну, мини-концерты, может быть, в тех же школах или собрать на большой площадке школьников, чтобы для них исполнить. Конечно. И так получится. Но и для молодых исполнителей, и не для молодых исполнителей. Очень важно это пополнение, пополнение репертуара. Потому что, ну, конечно же, мы все знаем и любим шлягеры, хиты. Но хочется и какую-то изименку иметь в своем репертуаре, чтобы в концерте зацепить публику и детей, и пожилое поколение. И поэтому этот сборник настоящий склад. Вот как раз хотела, да, немножко уточнить. Вот про старые песни о войне, с ними все понятно. Их все знают, они широко используются на всех мероприятиях, которые посвящены так или иначе войне. Вот с новыми песнями. Как вы думаете, примет ли их наш город, самарцы? Вот как будет это принятие? Ну, очень многое из этого репертуара мы уже опробовали. Это же не первый вообще у нас концерт. У нас очень много концертов. Конечно, они будут при большом скоплении народа. Конечно, будет презентация этих сборников. А потом, понимаете, вот они, эти песни, вот очень многие песни, например, Александра Владимировича Большакова, я иногда слышу вот на концерте, что вот там были еще народные песни. То есть их знают и любят. И никто, в общем-то, не вспоминает, что это песни, слова и музыка Большакова. До такой степени его вообще любят в самарце. А потом, понимаете, это же еще как бы и на экспорт, это же эти песни и музыка самарская. И все, что у нас есть в Самаре, оно должно выходить за пределы. Не только города. Понятно, что эти библиотеки, это будут не только наши городские, там, областная и школьные библиотеки. Это обязательно разошлется. У нас довольно большой тираж, мы планируем. И разошлется в библиотеке, и в музыкальные школы, и в школы области, и за пределы области. Это такая будет просто презентационная продукция города Самары. И даже Самарской губернии. Потому что мы планируем, у нас хороший дизайнер, это будет в красивой обложке. И это всегда праздник, когда выходят такие. Слушайте, ну великолепно. Мне кажется, еще на каких-то городских больших мероприятиях нужно будет организовать. Обязательно, конечно. И будет иметь продолжение. Мы же не будем... Это же не только песни о войне, это песни о Волге, о Жигулях, о Самаре. Но они действительно очень хорошие. И их там оркестры играют и поют. Это очень разнообразие, это очень пополнит репертуар. Вот насчет репертуара. Широкий действительно такой репертуар. Ну вот, Юль, вы все-таки народница, да? Да. В большей степени. Вот. И у нас тут есть рояль в кустах, не побоюсь этого слова. Вот. И не могу, конечно, вас не попросить нам что-то сыграть. Только вы скажите, что вы будете играть, чтобы наши зрители тоже поняли, что это за произведение. Это песни из репертуара великой русской певицы Марии Мордасовой. Она известная в народных кругах. Тоже ее все любят петь, заводить. Под нее и хоровод водят, и играют по-всячески. Девки думали, гадали. Прекрасно. Исполняет Юлия Винокурова. Девки думали, гадали, кого полюбить. Или Гришку, или Мишку, или Ванюшу молодца. Ай, лилёли, я лилёли, или Ванюшу молодца. У Ванюши молодца. Да походочка хороша, походочка частенька. Поговорка ласкова. Ай, лилёли, я лилёли, поговорка ласкова. Браво. Потрясающе. Юля, ну вот есть же, наверное, в народных песнях какая-то своеобразная магия. Вы же не зря именно сделали выбор на народном творчестве, на этих песнях. Что там вот такого, что не отпускает вас из этой области? Ну, это не только меня не отпускает. Это вообще должно не отпускать каждого русского человека, каждого жителя нашей страны. Потому что сильнее народной песни нет ничего на свете. Никакая другая музыка так не трогает душу. Только народные песни. А бывает такое, что даже если люди там на концерте или где-то вы исполняете, они не знали этой песни до этого, но уже там к концу песню уже и припев с вами вместе, и подпевают. Да, могу вам сказать, что, ну, конечно же, когда в концерте исполняешь народные песни, в основном в моем репертуаре это известные песни всему миру, всей нашей стране, каждому жителю. Но я знаю такие песни. Это песни Александра Большакова. Потому что не раз я замечала, где бы мы ни выступали, начинаешь петь песню, и уже даже с первого припева люди подпевают. Я иногда даже первые разы я прям, как это так, а потом просто уже привыкла. Уже привыкла, потому что когда человек пишет от сердца, от души, это знакомо другим душам, и они начинают вместе с тобой так же. Хотелось бы немножко к сборнику еще вернуться. Очень интересно, когда все-таки он увидит свет, то есть на какие сроки, что назначено. И вот чтобы нашим телезрителям, и, может быть, еще более широкой какой-то аудитории, каким образом его можно будет получить? На каком этапе сейчас? Ну, сейчас мы уже знаем, какие песни туда войдут. Мы договорились с изданием. Сколько песен будет? Ну, порядка 15. Потом к этому сборнику будет приложен диск. Мы запишем видео и аудио, и вот Юля исполнит вот эти вот песни, мы их запишем. Ну, до ноября точно у нас это все будет готово, и в ноябре мы проведем презентацию, ну, скорее всего, в Доме актера имени Лазарева. Мы пригласим туда очень много людей, сделаем очень много приглашений, и оклеим весь город афишами, чтобы все знали. Прекрасно. Я думаю, что телеканал «Самарагист» тоже будет пригласить обязательно. Мы пригласим вас обязательно, и включим ваш логотип в афишу. У нас будет еще много всяких передач, на всех каналах мы планируем. Ага, хорошо. С этим диском разобрались вроде как. Ну, на этом, я думаю, что не закончится, да, ваша деятельность музыкальная. Уже наверняка это уже, в принципе, проект практически готовый, завершенный. Дальше чего делать будем? Какие планы? Ну, понимаете, вообще-то я руковожу ансамблем старинной музыки. Это археологические раскопки. И в последнее время мы очень сосредоточили... Вообще ансамблю этому 15 лет, и я думаю, что это не последние 15 лет, которые были. Ну, некоторые спрашивают, а почему вообще певица-народница? У нас же академические певцы, академический музык Бах и Вальди. Вот это наш репертуар. А в последнее время мы очень много внимания уделяем старинной купеческой музыке. Потому что мы живем в городе, который всегда был купеческим, он и сейчас, в общем-то, таким остается. Закваска старая купеческая осталась. И очень много музыки неизвестной. И поскольку сейчас, ну, мы не всегда к каким-то датам, мы просто вообще играем и барокко, и ренессанс, и русский сентиментализм. Это основа, в общем-то, нашего репертуара Рококо. Ну, вот эти вот, мы несколько лет назад, у нас был проект, вот и Юля тоже в нем участвовала. Мы пели старинные песни 19-го и начала 20-го века. Потому что в Самаре очень любили всегда музыку, и всегда любили это городские романсы в основном. Но мы, поскольку у нас ансамбль такой археологической такой направленности, то у нас очень много романсов, которые не знали раньше люди, ну, которые не входили в репертуар исполнителей. Много, много романсов мы вообще просто возродили к жизни, и очень люди это любят, это всем нравится, это действительно на каком-то генетическом уровне отклик находят. И нам уже несут со всех сторон старинные ноты, потому что раньше люди выписывали еженедельные журналы с большим количеством романсов. И когда у нас был пролет культ в стране, все боролись вот с проявлениями сентиментализма, и русский романс не был в моде. А на самом деле это же наша история, это можно услышать и почувствовать и студентам, и школьникам, и детям, и пенсионерам очень много на наших концертах, там, учителей, врачей. Ну, это всем нравится, потому что это наше вообще настоящее. Вот, и мы продолжаем это все, и сейчас вот у нас мы, на будущий год будет празднование 165-летия Самарской губернии. И мы, конечно, готовим вот навстречу вот этому празднеству очень большой проект, в котором будет собрано все. И песни, и моды старинные того времени. Вот, и тоже это будет ряд концертов и презентация. Туда и войдут малоизвестные народные песни, потому что вот Юлечка поездила по области и собирает старинные песни. Слушайте, вот это замечательная практика, да, куда-то выезжать и собирать. Это практика была всегда, просто она, ну, как-то какое-то время она была забыта, а это же все уходит, это же уходящая натура. И бабушки вот эти вот уходят и разрушаются вот эти деревни. Пока это еще все сохранилось, это нужно обязательно. А отклик в сердцах людей это всегда находит, всегда. Ну, вот один из таких романсов не совсем, да, широкой публике известный, насколько понимаю, Медовой Аметистовой. Это же романс, правильно я понимаю? Да, это вот старинный цыганский городской романс. Да, мы даже постарались и сделали, ну, такой клип, да, это можно назвать так условно клипом. Но очень симпатичная вещь у нас, благодаря вам, есть это видео. Предлагаю вместе со зрителями его посмотреть. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Долго. Долго. Это, ну, просто условно сами как-то. Нет, мы работаем, конечно, и с режиссерами. Ну, потом это вообще длительный процесс создания песни. И, в общем-то, иногда даже кровавый. Бывает, ну, потому что, да, вот, ну, солисты, ансамбль, ну, не одна, Юля, у нас много солистов. И вообще вот эти вот музыканты великолепные совершенно. И тут вот Татьяна Полумардвинова, это известный очень самарский музыкант, домра, прекрасная, вообще виртуозная музыкант, великолепная солистка. И потрясающий совершенно гитарист, каких просто вообще мало в России. Я его называю «Совесть русского романса». Потому что вот мы берем какой-нибудь романс, никто не знает, а Юра Зюзин знает все. То есть он вот о русском романсе знает все. И очень хороший мой любимый скрипач Павел Широнин. Он академический, конечно, скрипач. Ну, просто в ансамбле много моих учеников, потому что я работаю в училище, и они мои друзья, они потом вылетают из музыкального училища, и вот всю жизнь мы с ними потом вместе сотрудничаем. Вот, а Паша, ему все подвластно. Он и барокко играет великолепно, он и романсы русские, городские играет. Здесь вот он, у него скрипка звучит, как настоящая цыганская скрипка. Вот, и так вот работаем. Мы любим все друг друга. Музыканты великолепные, с ними легко. Но все равно создание вот какой-то песни, сначала надо это все найти, перелопатить огромное количество нот, они находятся в музеях, в архивах библиотек. Иногда я это нахожу где-нибудь на гастролях бываю. Иногда это совершенно случайно попадают мне ноты каким-то фантастическим путем. Вот выехали, мы несколько лет назад, вот у нас был такой пирог. Это мы поставили такой драматический спектакль по пьесе Ивана Андреевича Крылова. А нас туда привело ноты романсов, которые случайно обнаружились в Ульяновской библиотеке, Мин Карамзина. Про них никто не знал, но там заливало библиотеку, продолбили стенку, оказалось там хранилище. Ничего себе. 500 экземпляров книг и ноты. Кроме пожизненного издания, прижизненного издания Карамзина самого, неизвестные были там ноты, которые вообще никто не знает, которые даже Юра Зюзин не знал. И очень многие из этих песен мы вот, из этих романсов, да, мы восстановили. В общем, это, наверное, самое главное, чем я в своей жизни горжусь, потому что мы ввели в музыкальный обиход то, чего не было в русской музыке. Но это нам просто повезло, потому что, ну, не каждый день прорывает канализацию в городском областном библиотеке. Повезло, в Ульяновске это случилось. Где еще бываете на гастролях? Есть ли какие-то излюбленные места, куда вы стремитесь, где вас ждут уже? Ну, мы бываем, да, на гастролях. Мы бываем в Петербурге, в Москве, в Нижнем Новгороде, вот в Ульяновске. Ну, много бываем. Последнее время мы стали больше выезжать за границу, по линии русских центров при посольстве. Но там, в общем-то, бывают не только русские. Там вот в Копенгагене недавно были с огромным успехом. Там у нас прошли концерты в Будапеште. И там бывает очень много, ну, не только русских, но и там вот датчане, там венгры. Но они просто бывают потрясены, потому что они очень мало знают русской музыки. Вообще вот такой вот бытовой музыки, ну, знают там Рахманинова, Чайковского. Это понятно, конечно. Но вот такой вот бытовой музыки, бытового, они знают этого очень мало. Им это очень нравится, потому что это так душевно. Вот этого не хватает, может быть, там в какой-то музыке. Там много хорошего всего есть. А вот какая-то такая необыкновенная там душевность, и вот гитара Юрина, ну, и клавесин с гитарой, они очень хорошо сочетаются. Вот. И это с большим успехом у нас проходит концерт. Это приятно всегда нам очень. Вот хочется еще такой момент затронуть. Какое-то время, там, после 90-х, да, разные бывали времена, и не очень у нас культивировались какие-то культурные, в принципе, ценности, и тем более какая-то классическая или народная музыка. Все как-то у нас старались под запад, да, и так далее. Сейчас, слава богу, много очень началось таких и проектов, да, и поддерживают их, и там, ну, в Москве государство, у нас там правительство и городская администрация готовы поддерживать вот такие вот проекты, вот, да, как, допустим, ваш проект. Насколько это, вот, как вы считаете, это временно, или это мы просто вернулись в свое вот, в нужное русло, и так у нас теперь должно продолжаться, и мы все вместе должны стараться, чтобы так и было? Ну, понимаете, вот, ведь так, как мы играем русскую музыку и бытовую русскую музыку, так никто ее никогда не сыграет, потому что сыграть это, я даже не говорю о песнях, а просто вот сыграть инструментальную музыку по-настоящему могут только носители языка, никогда никто не сыграет. Вот мы приглашали, у нас был большой проект, мы наш, мы вообще занимаемся же раскопками, и мы случайно так, не потому что мы такие, вот так случайно попало, что мы один раз обнаружили неизвестные во Франции песни французского композитора. Ну, то есть недостающий там есть, был ансамбль, который занимается, это Жак Лайе, и там известно вот, что он написал 20 опусов, то есть 20 вот у него есть там сборников, а все они там есть во Франции, а 19-го не было, просто считалось, что он утрачен. Но поскольку Жан Батист Лайе всю жизнь, ну, долгое время, до 1812 года, по понятным причинам, тут уж он выехал из России, до этого времени он работал в Петербурге, он обучал игре на гитаре сестер Александра Первого, они все были гитаристки. И он, значит, занимался с ними, и его издавали только в Петербурге. Во Франции его не издавали. Очень хороший композитор, у него великолепный. Но там постепенно, там где-то вот в каких-то тоже архивах библиотечных в Европе они нашли все произведения, кроме 19-го. Вот когда вот мы нам отдали ноты из вот этой вот находки случайной, ульяновской, там оказался 19-й опус, вот, которого не было. Мы выучили, мы там связались со Францией, нам французский альянс в Самаре, который очень помог. Вот они сюда приехали, и мы играли там французскую музыку. Наверное, мы тоже ее не можем играть. Ну, то есть мы играем, и как бы и Баха мы много очень играем, это нравится, ну, хотя за границей говорят, не надо нам русского Баха, но тем не менее, он тоже имеет право на жизнь, и мы очень много об этом знаем. И мы пытались с ними сыграть, ну, на концерте, такое шоу у нас было, мы хотели вместе с французским ансамблем, ну, мы сыграли какую-то французскую музыку, и стали «Стонец из Голубочек». Это знаменитая русская песня. Еще про эту песню даже Пушкин вспоминал, и она у него там в текстах встречается. Но сколько мы не пытались с ними вместе сыграть «Стонец из Голубочек», все какой-то каперен у них получился, они не смогли. Поэтому эта музыка, которая, русская музыка, несет в себе вот столько там душевности, столько красоты и столько всего вообще необыкновенного, и она, русские романсы, они всегда немножко цыганистые, такие там гармонии цыганские, а мелодия русская. Может быть, этим они так обаятельны. Ну, не носители языка никогда это не сыграют по-настоящему. Поэтому, когда мы приезжаем, то им, конечно, это очень нравится, и публика вот в восторге от этих песен. Я очень надеюсь, что это будет продолжаться, потому что здесь непочатый край. Еще столько всего неизвестного. Даже вот я знаю библиотеки, вот люди пожилые, они дарят библиотеки, дарят ноты. Мы еще просто, я не знаю, ну, может быть, там и сотые доли не освоили, потому что их очень много. И это, в общем, кладезь, из которого можно черпать очень долго и после нас будут это еще черпать. И будут еще открытия, поэтому, ну, без поддержки такой вот государственной, это было бы очень сложно и невозможно. Но губернатор, мы получаем и губернские гранты, это нам очень помогает, это помогает нам двигаться вперед, но мы надеемся, что это тоже не иссякнет. Ну, это же действительно не самый дешевый процесс, да, это чтобы песню записать, чтобы это людей свести. Это очень не дешевый процесс. Вы в какой-то студии, да, находитесь. Где вы пишете песни? Ну, каждый раз по-разному, потому что действительно это очень дорого, вот как получается. Ну, у нас есть, конечно, свои любимые звукорежиссеры, которые нам помогают. Но это сложно. Вот, ну, да, это дорого и сложно. К концертной деятельности хочется немножко вернуться. У нас есть еще фрагмент с концерта, как раз там произведение Большакова звучит, Юлия поет. Давайте, пожалуйста, посмотрим. ПЕСНЯ 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 Но дочка знает все мои песни, наизусть постоянно смотрит и говорит, включи мне, мама, где ты? А так все подряд, я всеедна. Какие профессиональные, вот у вас есть сейчас такие небольшие, пусть не мечты, да, вот цели, будем их целями называть, потому что добьемся же всего. Ну, да, мне кажется, мы добьемся. Ну, я хочу, ну, как бы вот альтер-музыка это состоявшийся такой вот проект, и хочется, ну, есть мечта, но она, в общем-то, хочется еще поставить спектакль, кроме этого, потому что есть спектакли, которые ставились в русских усадьбах. И вот возрождение вот этих вот традиций русской усадьбы, вот эта постановка таких домашних спектаклей, ну, в нашем случае они уж не такие домашние, потому что участвуют все профессионалы, но, тем не менее, вот возрождение традиций русской усадьбы, вот это очень хочется, об этом я мечтаю. А еще вот для Юли, мне хочется, чтобы у нее был свой ансамбль фольклорный. Лучше оркестр. Фольклорный оркестр. Целый оркестр. Нет, ну, народных инструментов. Да, было бы неплохо. Нет, вообще хотелось бы, чтобы люди знали наши песни, чтобы люди знали наших исполнителей, потому что наш город, наша земля очень богата музыкантами, театральными деятелями, композиторами. У нас народ очень добрый, искренний и позитивный во всех смыслах. И столько песен хороших пишется каждый день, каждую минуту кто-то где-то написал песню. И хотелось бы, чтобы наши люди все-таки знали своих героев, чтобы знали, какие коллективы есть в нашем городе, какую музыку они играют, чтобы пореже сидели, извините, у телевизора и почаще ходили в концертный зал. Концертов мы хотим, как можно больше. То есть вы готовы и утром, и днем, и ночью? Конечно, чем больше концертов, тем лучше. И бесплатных, и всяких. Просто любой музыкант, он, это же наркотик, выйти на сцену с концертом. Хочется, да. Много концертов. Ну, мы вам желаем, я думаю, что, может быть, еще какие-то предложения после сегодняшнего эфира. На вас еще посыпется, кто-то куда-то позовет. Вот. А мы с нетерпением будем ждать выхода диска, да, которым вы занимаетесь. Со зрителями я прощаюсь до следующей пятницы. Это была программа «Город С». Проведите выходные с пользой и удовольствием. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин